Власть из них, как только там в Кремле поменяется власть и будет понятно, что эта власть больше не благоволит Кадырову, большинство из них просто разбегутся. Они не пойдут против Кремля. Потому что зачем Россия всех заставляет с ней жить? Вон Жирик недавно сказал, что вся Украина скоро станет Россией. А Путин заявлял, что границы России нигде не заканчиваются. Любая империя стремится к тому, чтобы захватывать территории. Это было всегда. Россия, к сожалению, является империей, хочет оставаться ею, быть ею. Поэтому они ведут такую политику. Саламу алейкум, брат. Я живу в России уже 15 лет. И за эти 15 лет никогда не чувствовал, что я в своей стране хоть и пытался всячески проявлять доброту и влиться. Они не знают другой нации, кроме как своей, и знать не хотят. Зачем ущемлять малые народы, заставляя их жить вместе и так к ним относиться? Ва алейкум ассалам. Империалистическая политика, любая империя так строилась и строится. Это как бы, ну это как данность, это просто надо принять. Здесь ты можешь это осуждать, тебе это может нравиться или не нравиться. Но это суть любой империи, суть такова. Они покоряют народы не для того, чтобы сделать их частью своего общества, не для того, чтобы принести им какое-то счастье, как они там об этом заявляют. Эти народы покоряются только лишь для того, чтобы показать свое величие, чтобы тем самым возвеличиться, гордиться этим. Только для этого это делается, чтобы казаться мощнее. Вот оно. И к сожалению, немало людей, россиян, они воспитаны вот в таких традициях, им внушается, что вот это вот круто, что наше величие, оно не в том, что у нас технологии, наши граждане живут хорошо, у нас там качественная медицина, качественное образование и так далее. Они не в этом, а чем вот наша крутизна, наше величие, оно в том, что мы побольше людей покорили, побольше территорий покорили, этих людей сделали своими вассалами. Вот это вот круто. Поэтому возврат, как они называют возврат, а на самом деле захват Крыма, он был с таким воодушевлением воспринят в большинстве россиянами. Они, ну они очень рады этому. То же самое касается и Кавказа. Почему? Большинство ведь в России людей разделяет эту политику, которая проводится на Кавказе, что Кавказ это часть России, хотя прекрасно все знают, что никакая это не Россия. Кавказ никогда не был Россией, на Кавказе не было ни одной российской деревни. Не было никогда, они это все прекрасно знают, но в целом это вот как-то тешит их самолюбие. Они кайфуют с этого. Салам алейкум, Тумсо. Почему ты переехал в Польшу, а не в какую-нибудь мусульманскую страну? Алейкум асалам. Потому что у меня не было такого выбора. Когда у тебя есть проблемы, ты смотришь не на то, какая страна конфессиональна. Ты смотришь на то, где будет безопасно. Поэтому я выбрал ту страну, которая, на мой взгляд, мне показалась самой безопасной для меня. Из того выбора, что у меня был. Тумсо, как думаешь, если, допустим, появится новый президент и поставит условия Кадырову, чтобы тот снял с себя полномочия власти, то сделает ли он это добровольно или будет вооруженный конфликт какой-то? Новый президент, это понятие такое, знаете, если появится новый президент, такой, как появился Медведев в 2008 году, то это не новый президент. И здесь Кадырову ничего не угрожает. Но если появится, если произойдет смена именно власти, что вот режим новый, тогда все будет зависеть от того, кто пришел на смену. Если придет такой, как Навальный, Навальный или такой, как Навальный, то Кадырову никто не будет делать предложений. В Грозный просто высадится спецназ. И Кадыров будет, и Кадыров. И вот как в Дагестане прошли чистки на самых верхах, вот точно так же, то же самое произойдет и с Кадыровым. Криками позор, спецназ не возьмешь. Это правда. Это все иллюзии, что у Кадырова есть там какая-то армия и прочая чушь. Да, они все есть, безусловно. Но когда в Кремле решат, что пора раскидывать этих ребят, то там ряды Кадырова очень быстро проредеют. Там останутся с ним, крайне мало людей с ним останется. Это будут такие же преступники, которых так же нужно будет сжать за решетку. Томсот, и так легко об этом говоришь, будто чеченские военные такие слабые, как бы они не любили Рамзана, но с полностью Росвластью чеченцы не будут мириться, а начнется война, Томсот. Слушай, на что ты опираешься, когда ты делаешь такие заявления? Какие военные чеченские? Нет никаких чеченских военных. Это российские военные там, это российские салаги, Росгвардия, МВД и прочее. Это все российские военные и российская полиция. Это не чеченские военные. Это не те муджаиды, которые готовы жертвовать собой ради идеи. Это не эти люди. Это все те люди, которые разбегутся, действительно. Они разбегутся. Часть из них, как только там в Кремле поменяется власть и будет понятно, что эта власть больше не благоволит Кадырову, большинство из них просто разбегутся. Они не пойдут против Кремля. Они не для этого пошли на эту службу. Они на эту службу пошли, чтобы просто прокормить свои семьи, заработать деньги, кто-то, чтобы там иметь какое-то влияние. А влияние, чтобы иметь, нужно, чтобы Кремль финансировал, чтобы он поддерживал. А Кремль, если не поддерживает, не финансирует, все, больше нет влияния, нет денег, дорогих машин. Ничего этого нет. А то, на что способен этот Кадыровский, его спецназ, его военные, это мы увидели в 2014 году, в декабре, когда, сколько их было, 9 или 11 человек, зашли тогда два здания, 20-ю школу и дом печати, просто в этих зданиях засели, и все. И мы увидели, что весь этот спецназ, весь этот пафос, он ни на что не годен. Они не нашли ничего, что с ними сделать, кроме как подогнать технику и разбомбить эти два здания, сжечь их. Вот и вся боеспособность этой Кадыровской армии. Не тешите себя этими иллюзиями, нет никаких чеченских военных. Они есть, конечно, чеченские военные, но они сегодня не воюют. Они сегодня отдыхают. Ты смеешься, думаешь, что этот спецназ сожрут там быстро? Кто его там сожрет? Кто сожрет там спецназ? Назови мне эту структуру или людей, которые там способны сожрать какой-то спецназ. Кто его сожрет? Да перестаньте. Стоит перекрыть финансирование и спецназ не нужен. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Не будет никакого вопроса спецназа, ничего не будет. Субтитры создавал DimaTorzok